Всем привет! Всем доброе утро! Я проснулся. Привет! Проснулся. Серёга уже уехал. Серёга там справа стоял. Ночевали мы за, получается, Сергеев по садам. Так, ребята, сейчас будем проезжать реку Волга. Она протекает у нас через город Ярославль. Новый мост считается у них, хотя он уже весь разбитый. Видите? Вот. Стоит такой здесь. Так. Собственно, вот вам Волга. Та сторона. И... Вон та сторона. Вот такая, ребята... Вот такая, ребята... Здесь река Ититики. Мне осталось где-то... 500, наверное, километров до точки, где я буду сегодня ночевать. Так. Похоже, Ярославль заканчивается на этом. Мост юбилейный называется, ребята. Юбилейный мост. Очень прикольный, на самом деле, мостик. Ну, что у нас этот мопед, блин, не едет ни хрена. Будем тогда его вгонять. Все, мы в Вологде, ребята. Пломбир Вологодский. Да ёпки. Видно, не видно. Короче, Вологодский пломбир. На улице Зара. Пробуем. Должен быть вкусный. Челябинский въел был вкусный. В Вологде сейчас проверим. Как они его делают. На... Короче... Ну, выглядит нормально, ребята. Такое вот оно. Да, не, нормальный. Нормальный пломбир. Еду по Вологде. Капец, жара. Ммм. Ммм. Мой вентилятор не справляется, ребята. Вон он. Видите? Дует тут на меня. Не, ну, вроде вкусно. Но не знаю. Ладно, не буду вас дразнить. Поехали. Ребят, время утра. Помните вот этот заезд? Кривой, да? Когда я здесь задом парился. Вот сейчас смотрите, как... Вы мне тогда правильно, в принципе, советовали. Да, вот так вот проезжать вперед. И задом ломать туда прицеп. Сейчас, видите, нет сугробов по бокам. Можно спокойно сломаться. Ну, сейчас посмотрим. Смогу я туда вот. А там, где впереди, там была куча большая снега. Поэтому я тоже туда ни хрена не мог заехать. Сейчас посмотрим вообще. Смогу ли я там вообще какой-то нахрен обрыв? Сейчас посмотрим, хватит мне радиуса или не хватит, чтобы его сломать. Видите, какая здесь ситуация. Оп. Всё. Приехали. А прицеп там. И что делать? Нормально, да? Поняли, да, о чём я? Сейчас, ладно, подумаю, как это всё мне сделать. Отсюда, наверное, я не сломаюсь. Хотя попробую. Не, не, не сломаюсь. Видите, там этот... Вот опять эти... Кондиционеры, короче. Сейчас назад, да, чуть-чуть. Вперёд, туда, и потом назад. Сюда. Ох, ёп. Ну ладно, в общем, сейчас будем пробовать. Так, запарковался, ребят. В общем, вот так вот. Запарковался. Блин, сейчас. Покажу. Вот так вот. Ту дверь надо мне. Так, получается, как? Я проехал передом вон туда. Задом сдал вот сюда. А, вру. Задом сдал потом туда. Ну, может, было сразу передом заехать. Я думал уже сдать задом сюда. Да, но выворота мне не хватит. И поэтому я решил, что лучше уж, короче, вот так вот. Хотя, хотя надо было сразу так ломать. Короче, приехал газелист сюда. Здесь выкружался в магазине. А я когда передом сюда заехал, вот, я назад начал выезжать. Он вроде коробки занёс, унёс, всё нормально. Я думал, ну, я и поехал. Я думал, он уехал. Смотрю, зеркало-то не видно его. А, короче, когда я начал назад выруливать, он, получается, вот так вот припарковался вот вперёд, да, вот на дороге. И вот у него будка торчала вот где вот это вот. И я, короче, давай задом сдавать. Ну, я поторопился. Ну, нет. Да, я, короче, поторопился. И в зеркало-то его не глянул. Думал, что, ну, он уехал. И всё, я как бы и думал, что он уехал. И в итоге, короче, получается, я выворачиваю вот этим вот правой частью и слышу удар. Такой небольшой ударчик был. Он стоял вон там вот. Ну, и, в общем, сейчас я покажу вам, что в итоге этого всего получилось, короче. Ударил я ему в будку. Вот так вот сложила у меня этот стойку зеркала. О, видите? Вот сложила. Чуть-чуть зеркало сломала. Ну, и получается, низом будки я его цепанул дверью. Очень неприятная, ребята, история, если честно. Очень неприятно. И вот здесь ещё царапина. Ну, она, в принципе, не то, что видите. Она вся, вот дверь вся туда, вся туда ушла. Сейчас вот, я не знаю, надо будет разбирать её и выправлять её обратно. Я не знаю, выправится она так чётко, ровно или нет. Но надо будет это сделать. Стойка она уже, кстати, у меня была вот так вот подогнута. Уже не пи... Я как-то ещё куда-то вот давно тоже её задевал. А, её даже вот загнуло, видите? Капец. Жалко стойку, конечно. Вот он, да, вот здесь я вот стоял. Уголок вот. И у него, причём, на будке вообще ничего, только царапина. И всё. А я вот так вот припарковался. Очень жалко, очень обидно. Дверь придётся рихтовать. Просто жесть, ребята. Сегодня просто немой день. Он вчера был немой, и сегодня он немой. Жесть. Я расстроен. Ребят, стою уже на второй точке выгрузки. Короче, помыл чуть-чуть двери. Ну, в общем, пока так грязная сильно была. Эту дверь помыл. Вот она, видите? Да, это, в принципе, я думаю, она вытянется. Не так сильно страшно. Может, даже и по росту подкрасить её. Придётся, и всё. Попробую. Приеду на стоянку, посмотрим. Попробуем потянуть её. Так, прицеп у нас стоит. Короче, отстёгнутый. Уже пустой. Осталось вот чуть-чуть ещё машину выгрузить. И будет у нас чётко. И загрузка у нас на... Обратно на Москву. Поеду бутылкой грузиться. Вам всё покажу. Вот магазинчик. Одежда и обувь. Такая вот фигня. Движуха. Так, ребят. Я, короче, на стекольном заводе. Это у нас Чагодинский район, Смирдонский посёлок. Вот так вот припарковались. Вот так вот. В общем, поставил ману. Рядом с ним прицеп. Такой завод. Кругом одно стекло, стекло, стекло. Грузит мне 26 палет. Кругом одни стекла. Вот такой вот бутылки. Сколько по весу, говорят, не знаю. Но меньше 20 тонн, говорят, обещают. Такая бутылка. Столичная какая-то. Не знаю. Здесь вот есть другие бутылки, обычные. Их ещё и количество разных штук, видите? Вот этих, допустим, 1904. А этих меньше. 1800, 48. В общем, потихонечку грузимся. Здесь вот у нас я всё им приготовил для того, чтобы грузить. Вот так вот везут этот палет. Везут и сразу в машину грузишь. Это барахло моё. Вот так вот загружаемся. потихонечку. Потихонечку. Помаленечку. Быстро грузят. Быстро поедем, значит. Вот я помыл, ребят. Ну, видите, как бы чуть-чуть её вмяла дверь, да? Ну, я думаю, она выйдет. Страшного ничего нет. Нормально будет. Подрихтуем, будет нормально. Женщина тут такая со странностями, мне сказали. Что у нас по подвеске? Да пока вроде всё нормально. Так, мне надо будет потом в конце закидать своё барахло. Канистры все эти. В общем, короче, сейчас всё мы это сделаем. Придумаем как-нибудь. Или в этот пост... В общем, придумаем. Так, загрузили. 26 палет. Я что-то думал, 17. Ну, вроде бы, не знаю. Вроде бы, без перегруза. Зацепился. Банок тут много. Я вот не знаю, они... Чего они с ней делают? Как они её добывают? Либо они её старую где-то им привозят, а не её плавят. Либо у них тут карьер какой. А там-то вон, видите, сколько гора этих битых бутылок. Это, видимо, брак какой-то. Что-ли? Они их туда, а потом, наверное, опять в печку. И всё, и по новой. Сгорит. Переплавится. Всё такое. Так, ну, потихонечку поедем. Так, а, ещё борт закрыть надо будет. А борт закрыть лучше сейчас. Как отъедем. Ну, ребята, 18-19 тонн есть. Вон она, видите, гора. Это, битого стекла. Сейчас я отъеду. Так, а вот там фура стоит, грузится другой бутылкой. Печка здесь, наверное, нормальная такая. Пошёл я закрывать. Будем ехать медленно. Вес у нас большой. Всем привет. Проснулся я на посту Вологодской и Ярославской области. Опачки. Где-то я шарканулся нормально. А, это когда я прицеп загонял по бордюрам. Точно. Проснулся. Один. Столько народу было. А сейчас один. О, лес. Лес гонят. Так, здесь у нас что? Всё нормально. Всё нормуль. Нормуль. Здесь тоже всё хорошо. Бутылку нахер никто не будет брать. Воровать. Так, здесь всё на месте. Здесь всё на месте. Запаски. Колёса. Там всё на месте. Нормально меня так пригрузили. Здесь я вчера встал. Здесь была полная стоянка. А сегодня просто никого. Дверь, ребята, вот. Пока ещё не выправил. Ну, выправиться. Ничего страшного. Так, вот. Работают у нас ребятки. контролёры. А мы их снимаем. Так, чё? Обзорчик машины вам сделал. Сейчас поедем дорогу. Вон он стоит. Смотрите. Палит меня, наверное, когда я буду выезжать. А быстро он его отпустил. Я чё-то, кстати, прям, общим мигом. Но я буду выезжать вон там, а там его уже нету. Так что пошёл он нахрен. Всё, одеваю очечи и погнал.